Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – страх. Гость студии, практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГЮА, член Вятского интеллектуального клуба Тимур Серафимович Кожевников. Добрый день. Тимур Серафимович, каждый человек в своей жизни хоть раз, но испытывал довольно неприятное чувство, именуемое страхом. А думаю, и не один раз, а много-много раз каждый их испытывал. То есть страх – это всеобщее и такое, как бы сказать, обязательное человеческое свойство. Но зачем природе или Творцу было наделять нас страхом? Зачем он нужен? И нужен ли вообще? Ну вот тут насчет Творца, конечно, сложно сказать, но мнение, скажем, есть и польза от страха, есть и вред. И, конечно, с одной стороны, страх, который поглощает человека, это вредно для него, для человека. А с другой стороны, если человек выходит из состояния страха, то он развивается, достигает каких-то своих определенных целей, преодолевает страх. То есть вот, наверное, основные две такие, скажем, функции страха я бы, наверное, отметил. То есть это если природа создала? Природа создала, да, Творец, но для того, чтобы мы развивались, наверное. Ну, как бы немножко странно, да, то есть страх ведь он угнетает. Вы про развитие говорите. Да, но с одной стороны, он, конечно, приносит вред, потому что, скажем, если задача человека обезопасить, функция страха, да, то есть если там природа создала, то страх нужен для безопасности человека. То есть в сложных, опасных, экстремальных ситуациях человек, это та опция, эмоция, состояние, называется, по-разному, в разных источниках призвано как раз человека обезопасить. Ну, вы знаете, многие люди или животные даже в момент страха, они, как бы сказать, цепенеют, да, то есть их двигательные функции, наоборот, прекращаются. И они, как те кролики, на которых смотрят удав, то есть перестают двигаться, их это зло съедает. Вот наука и данное состояние тоже изучено, называется это состояние, ну, у нас всего состояние три, когда возникает страх, это у нас ажитоция, бегство, ступор, как раз вот про то, что вы говорите, это оцепенение. И сумерки сознания, это неуправляемая агрессия, то есть три варианта поведения, ситуация опасности нам инстинктами заложена, то есть это нам досталось от животного мира. То есть вот вы начали говорить как раз про ступор, то есть шанс на спасение здесь заложен. Хищники падали не питаются, ну, как бы в большинстве своем, то есть там есть, скажем, там 5-10, может быть, хищников, которые падали питаются, а остальные падали не питаются. То есть шанс на спасение здесь заложен, да, в принципе, и в социуме, там, во время боевых действий, особенно никто не занимается опавшими, все занимаются теми, кто, скажем, может стать проблемой. Так что вот этот механизм, он достался нам от животного мира, вот, но мы подвержены и этому состоянию тоже в том числе, может такое быть. Интересно, потому что меня всегда, так сказать, интересовало тем, почему ступор-то возникает во время страха. Хорошо, ну вот люди одинаково сильно боятся очень разных вещей. От маленьких паучков до гигантских, скажем, акул или там удавов, еще чего-то, по-видимому, существует все-таки дифференциация страхов. То есть какие виды страха вообще существуют? В основном рассматриваются три вида страха, то есть мы имеем как бы в своей структуре три состояния тела, разум и дух душа. То есть исходя вот из этой комплектации, у нас есть и как раз три основных вида страха. Это страх биологический, страх социальный или социальные страхи, сейчас их называют, и страхи экзистенциальные. То есть вот они как раз и основные, еще отдельная группа рассматриваются детских страхов и отдельно рассматривается группа иррациональных страхов. То есть такое тоже есть. Но вот основные, в основном вокруг которых идет речь и меры профилактики исследования, то это как раз вот три первые. Ну я, наверное, чуть позже вас спрошу, чтобы вы, так сказать, поподробнее рассказали о каждом виде страха. А сейчас вот пока мы в общем о страхах говорим, все-таки меня интересует такой вопрос. От чего зависит, как сильно мы боимся? Вот именно сила страха, выраженность. Ну глубина какая-то, наверное, да, то есть настолько глубоко проникает и значимость для человека, да? Правильно понял? Ну давайте так, определяем. Ну тут многое от чего зависит. Во-первых, зависит от нашей нервной системы. То есть, ну генетика назовем, да, то есть так тоже допускается говорить. То есть у нас у всех разный темперамент. То есть у нас у всех разная организация нервной системы. Вот всем известны сангвиники, холерики, флиматики, меланхолики. То есть здесь и сила, и скорость реакций, устойчивость нервной системы. То есть как раз как человек воспринимает, исходя из своей нервной системы, происходящие процессы вокруг, там, стрессовая ситуация. То есть принято говорить, что вокруг нас стресс, и мы потом как-то на него реагируем. Пока мы не знаем, в минус, плюсы и так далее. То есть вот по поводу, вот первый фактор. Второй, наверное, фактор, есть смысл выделить все-таки, наверное, возраст человека. То есть с возрастом человек немного иначе, скажем так, оценивает окружающий мир. И те страхи, которые были ранее, они, ну скажем так, могут немного краски потерять, и появится новое, могут страхи. То есть вот, наверное, от этого, ну и насколько значимость для человека того или иного явления, которое ставится под угрозу. Его жизнь, жизнь близких, скажем там, какой-то социальный статус, смыслы какие-то, может быть, под сомнение человек ставит. То есть тут, наверное, однозначно сказать сложно, но вот от этих вот трех факторов, наверное, зависит. Страх зависит, а сила страха. Сила, то есть как она выражается, ну, внешне в человеке? Ну, я так немножко испугался, похихикал после этого чего-то там, не знаю, какой, не знаете, детский аттракцион бывает. Что-нибудь там вылетает из коробочки. И вот все посмеялись, сначала чуть-чуть испугались. И совсем другое, когда, ну, не знаю, идет цунами, волна какая-то огромная, надвигается что-то страшное. Люди боятся за свою жизнь. Ну, разный, наверное, уровень страха. Ну, у нас базовый страх – это страх смерти. От него все, скажем так, и происходит. Страх смерти физический, да, страх статуса, потери статуса, смерть статуса, да. То есть был большой и важный, а стал просто мужчина, скажем, да. То есть тоже варианты смерти, смысла человека. То есть в этих вот трех направлениях и будет выражаться, то есть насколько, вот если, как, ну, не знаю, шкала, не шкала за условия взять, то степень приближения к этому страху смерти, да. То есть, видимо, будет более ярко выражена. Если, скажем, вопрос незначимый, как там аттракционы и так далее, то есть, ну, да, посмеялись. Где-то был такой легкий адреналинчик, поймали от незнания, от неизвестного, ну, и все потом в рамки вошло. А вообще, почему мы боимся? Вот каков механизм возникновения страха? Можем ли мы его искусственно остановить, затормозить или, наоборот, вызвать? Механизм. Ну, тут, исходя из определений, потому что определений у страха ни одно и ни два, то есть можно с точки зрения, скажем, общих правил определения, да, то есть это эмоции, которые возникают при угрозе как биологическому, так и социально благополучию человека. То есть мы, опять же, возвращаемся вот к этим вот группам ценностей, которые ставятся под угрозу. Это первый вот вариант определения. Второй вариант по своей природе является результатом мышления и воображения. То есть у нас, скажем, вначале появляется какая-то проблема, мы начинаем логически пытаться ее объяснить, если есть у нас время, но вот потом у нас включается воображение, то есть вот, скажем, одно другое догоняя и обгоняя, можно накрутить, а можно вовремя остановить. Это, опять же, зависит от, скажем, так много чего от человека. И третье определение страха – это цепная реакция в мозгу человека, которая начинается с трестового стимула и заканчивается выбросом определенных гормонов. То есть у нас в механизме в головном мозге, который изучают, но полностью изучить такие не могут, есть определенные закономерности. То есть информация о стрессе извне поступает, назовем его стрессом лучше, и в мозге там в разных зонах происходят определенные выбросы гормонов. То есть вот у нас есть, немножко вот научных терминов, наверное, вспомню, таламус. То есть это такая у нас структура в головном мозге, которая распределяет, куда раскидать, какие гормоны и дальнейшие сигналы. И вот в ситуациях опасности, в том числе, и выбрасываются вот эти вот гормоны. И они провоцируют эту вот реакцию в организме человека, там, ну, какую-то, либо вот он бежит, бей и беги называется, либо вот он ступор впал. То есть это биохимия, и там такие цепочки достаточно непростые. Но если это биохимия, мы затормозить это можем только химическими какими-то веществами, таблетками, или может человек и каким-то усилием воли. Усилием воли? Как же преодолеть страх? Ну, тут вот меры профилактики есть, но вот быстрый, эффективный такой способ, наверное, не найти. То есть если удалить, опять же, этот вот таламус, наверное, быстро, то, наверное, на этом все и закончится. А так опыты проводились и с животными, и с людьми. То есть если у человека удалить определенную зону, которую отвечают, например, за страх, то он страха больше не имеет, но он и не становится человеком в том смысле, которым принято понимать. То есть вот приведу пример. Контрол Торренс, такой немецкий психолог, они изучали, этолог, если более точно сказать. То есть они удалили одной из рыбки в стае ту зону, которая, по их мнению, отвечала за страх. И рыбка от хаотичного движения в косяке, вот таких вот рыб, она, ну, с точки зрения людей, специалистов, она стала движение такое приобрела немножко как бы такое глуповатое. То есть она просто плывет такая отстраненная куда-то в своем направлении. Но интересный факт, потом за ней все остальные выстрелились. То есть она как будто бы знает, куда она плывет. И то есть она стала вожаком, ну, скажем так, благодаря своей некой ущербности. Так что тут, если удалять, наверное, да, а если, скажем, сократить или, так скажем, снизить страх, это должна быть подготовка предварительная, скажем так, для человека. А тут интересный возник сразу феномен, что ущербный человек может тоже вести за свой толпу. Ну, тут с точки зрения того опыта, да, то есть рыбка стала лидером. До этого она была в общей массе, никто, собственно говоря... В общем, лидеров желательно проверять, то не удален ли у них таламус. Не знаю, не знаю, трудно сказать. Ну, практически каждый когда-нибудь сталкивался со страшными снами. Почему они снятся? Можно как-то избегать пугающих сновидений, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, опять же, учитывая точки зрения, которые я изучал, смотрел, так или иначе сталкивался, то, конечно, у нас ночная жизнь, именно сон, это продолжение всё-таки нашей жизни обычной, дневной, назовём её так, наверное, да, в бодрствовании. Вот. А на сны влияет очень много факторов. Если человек в напряжении день провёл, то есть его мучает какая-то проблема, там, или страх, депрессия, стрессы постоянно идут. Разумеется, они перенесутся и на сферу ночную, потому что если человек ночью отдыхает, известный факт, в принципе, примерно с 12 часов ночи, ну, с нуля, можно сказать, да, до двух, на психика она перетряхивает то, что было наработано за день. Вот. То есть что-то выкидывает, что-то оставляет, но вот здесь надо, опять же, смотреть на рабе и химию с точки зрения, ну, если в двух словах, то что-то остаётся, что-то уходит. И, разумеется, вот эти вот страхи, которые дневные, они так или иначе проникают. И чем дольше человек находится в этом состоянии, тем, разумеется, у него более беспокойный сон. Ну, можно ещё тут добавить, наверное, питание, режим дня. То есть, востокое, человек спать ложится тоже имеет значение, потому что оптимальное, как бы, время для сна – это, ну, с 10-30 примерно, не позже. Ну, до 11 край. Не влияют какие-то вещества, опять-таки, гормоны на страх ночной? Потому что, если мы почитаем вот в этих снотворных лекарствах, да, у них у очень многих побочный эффект именно страшные сны. То есть, значит, эти вещества накапливаются и каким-то образом вот формируют во сне некие страшные сценарии. Ну, возможно, конечно, химическое отравление, и вполне вероятно, если там какой-то предел, скажем, выше, чем, ну, какая-то допустимая норма, эти химические вещества, конечно, они будут влиять, они будут влиять и на психику, и на организм, и вообще, вот, если в целях профилактики каких-то заболеваний рекомендуют начали очиститься от химических этих вот всех там, ну, лекарств в нашем звучании, то есть, там, ну, не знаю, чай пить, в баню ходить, то есть максимально всё из себя это вначале вывести, а потом уже начинать там какую-то терапию, там, нагрузки и так далее, то есть вот. Ну, как вы так, не очень научно отвечаете, что-то там вывести из себя. Да, накапливается же у нас... Ну, что накапливается? Ну, химические вещества в печени очень много накапливается, то есть человек, если употребляет, она первая получает как раз вот эту порцию его. Она первая и отвечает за вывод этих всех веществ. Тогда, если, конечно, они поступать будут, ну, скажем так, в каком-то постоянном состоянии, то, разумеется, может и не справиться с организмом, или там... А как тогда в магазинах продают печень животных, там, свинину, говядину? Это же источник разных токсинов. Ну, не знаю, не знаю, тут надо в каждом конкретном случае смотреть по ситуации. Мне кажется, что у людей очень много мифов по этому поводу, что там чего-то накапливается. Ну, у нас может накопиться только в костях, а так постоянно организм обновляется. Вообще все, известно, что все абсолютно клетки организма, в том числе, включая кости, полностью обновляются в течение 7 лет. А кровь, например, обновляется в течение 3 месяцев. Уже ни одной старой клетки крови не остаётся. Ну, там же, наверное, не говорится, что там какой образ жизни человек ведёт. То есть в обычном режиме, если человек не злоупотребляет, например, алкоголем, питанием, да? То есть я допускаю, так оно и есть. Ну, вот накапливается в лёгких, да, вот этот обащенный дым. Но мы уходим. Да, ну, как бы точку зрения, что я сказал, тут сложно, наверное. Ну, хорошо, вот вы сказали ещё про то, что стрессы воздействуют в самом начале каким-то образом. Я, правда, не уловил соотношение их со страхами. Так вот, как соотносится страх и стресс? Можно ли сказать, что страх – это предельно выраженный стресс или это нечто иное? Ну, вот если языковое определение про стресс сказать, то это реакция организма, которая возникает в ответ на какие-то внешние раздражители. Ну, и как уже человек отреагирует, его психика, насколько этот стресс... Ведь бывают стрессы положительные, рассматриваются там дистресс, эустресс. Ну, вот давайте лучше, наверное, пример привести, чтобы было более наглядно. Но, скажем, если у человека не экстремальная ситуация, которая требует быстрого принятия решения, например, там, сообщили человеку сокращение на работе или увольнение, там, ну, какая-то перспектива угроза, то есть время ведь есть. И человек, скажем, может поразмышлять и прийти логически, скажем, да, как-то к тому, что, может, это и на пользу. То есть, может быть, человек давно уже собирался сам уйти. Быть может, у него какие-то предложения были и так далее. Слушайте, тут у меня после вашего, вот сейчас этого монолога немножко пришло... До этого я как-то не понимал, так получается, страх, он предшествует стрессу. То есть не стресс вызывает страх, а сначала страх, который выливается уже в стресс, если этот страх осуществляется. Нет, ну вот, на мой взгляд, исходя из определения, всё-таки надо перевести, чем стресс. То есть это стрессеры, это внешние кето воздействия на нашу психику. Мы там от рецепторов получаем сигналы в головной мозг, и если скажем... А что бояться-то, если ты уже подвергся стрессу, у тебя уже есть стресс. А надо же решать. Больше бояться-то нечего. Вот сначала мне как раз кажется наоборот. Сначала человек боится, 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 а потом случилось, вот у него стресс. Ну, тут трудно сказать, но мы-то говорим о влиянии соотношения стресса и страха, потому что всё-таки вначале на человека оказывают влияние стресс. Но если, конечно, у человека страх был, а ещё потом стресс наложился по этой ситуации или по другой, там возможны варианты. А изначально, ну вот живём мы там в относительно стабильном психическом состоянии, то есть нам нужен какой-то раздражитель извне. И это стресс для нас. То есть стресс, он может быть там сразу отрицательный по факту, там, скажем, угроза жизни и здоровью. Может быть, он такой, скажем, ну условно опасный, а может быть, он и нам окажется полезным. То есть, а потом уже организм решает, и логика наша, и... Ну, вот по вашей логике, я так понимаю, что стресс перерастает в страх. Ну, я думаю, что да. То есть моё мнение такое, потому что у нас должен какой-то раздражитель внешний. Но я вот никак не могу подобрать пример, когда стресс перерастает в страх. Стресс перерастает в страх. Ну, вы же говорите, что стресс перерастает в страх. А пример? Ну, вот скажем, ну тут, наверное, какой-то пожестче пример, скажем, да, поярче. Ну, скажем, угроза, да, то есть человеку нож подставили, для него же это стресс, это экстремальная ситуация, которая раньше не была. Как он себя в ней поведет? То есть, разумеется... Я не знаю, тут, может быть, уже и страх сразу. Так нет, изначально-то все равно человека будет раздражитель внешний, то есть страх, то он появляется все равно при каком-то определенном условии, исходя вот из этих вот трех наших, за исключением иррациональных страхов, обе, которые они могут человеком жить всю жизнь, там, вот. Так что человек, он уже, исходя вот из этой ситуации... Хорошо. Вот чтобы нам понимать, зачем мы этот разговор ведем, стрессы и страхи, с ними работают одинаково или нет? Ну, по одинаковой схеме, то есть они лечатся или там каким-то образом оккупируются. Ну, вот если говорить, ну, психологи в своей деятельности используют, конечно, какие-то средства, там, и химические, в том числе лекарственные, но в основном сводится к тому, чтобы у человека была более-менее устойчивая психика. То есть стабильность психики, она будет больше, скажем так, защитой и при вообще стрессах внешних, и при влиянии страха на организм. То есть методики они есть, разумеется, они не быстрые, но это отработанные, в принципе, такие варианты. Ну, тогда в чем отличие-то стрессы от страха? Ну, что, зачем идет? Нет, ничего зачем идет, а так получается, что страх – это и есть стресс. Ну, можно и так назвать. То есть ведь у нас сейчас в чем, наверное, даже и беда, в принципе, в науке, потому что терминов стало очень много. Я вот если как юрист скажу, просто мне сразу пример, я изучал виктимологию, это был маленький разделчик в криминологии, ну, наука о жертве. А сейчас это целая дисциплина стала. И здесь сейчас знания наши гуманитарные, тем более, множатся, очень здорово. И вот, скажем, смотря с какой стороны смотреть, и вообще в таких случаях, потому что мы говорим вообще, если мы вам какую-то конкретную ситуацию рассмотрим, скажем, клиент приходит, ему не нужны вот эти вот террические выкладки, есть по факту такая ситуация, ее надо решать, и тогда уже собирается, вот, скажем так, под конкретную задачу, конкретные, скажем так, ну, какие-то меры. Ну, просто такое широко употребимое сейчас выражение, что мы живем в эпоху стресса, что все подвержены стрессу, а если стресс и страх это синонимы, то можем ли мы так сказать, что мы все живем в эпоху страха, мы постоянно боимся? Ну, можно так сказать. Потому что допровоцировать другое, мне кажется, они так могут очень даже легко идти рука об руку. Потому что у нас вот по данным, скажем, исследований определенных примерно от 600 до 800 человек на 100 тысяч населения в Российской Федерации умирают каждый год от инсультов и инфарктов. Вот, а это что такое? Это как раз переживание. И страх, вот одно из определений я его озвучил, это как раз эмоция, ну, то есть переживание, которое возникает при угрозе. А от чего уже это зависит? Это уже вот тут. Или условия внешние, сам человек. Мы с вами говорили, как раз вот вы сейчас сказали, про силу страха, да? А можно ли измерить ее? Вот я тогда упустил такой вопрос. Как она может быть измерена? Может быть, есть какие-то приборы, которые могут измерить силу страха? Или вот я слышал, что существуют какие-то шкалы, такие шкалы страха. Что это такое? Что на ней? Ну, вот вы вообще-то уже сказали, что страшнее всего это смерть. Хотя можно поспорить. Ну, смотря чья смерть. Почему? Я хочу поспорить. Потому что не всегда твоя смерть для тебя страшнее всего. То есть для тебя может быть страшнее смерть близкого человека, чем твоя собственная. Да, да, да. Это как раз вот экзистенциальные страхи начинаются, смысловые, которые... И там, кстати, ответ кроется, как бороться с страхами. Вот именно вот в той плоскости, где экзистенциальные страхи. Вот фильм, может быть, не знаю, пример удачный-неудачный. Вы меня сейчас помните всплыло. Фильм «Война» у Бодрова был. Вот там как раз сюжет. Гостюхин, актер, лежит в больнице при смерти уже. Скоро ему умирать. Физическому телу, скажем, ну и всему остальному. Он говорит, вот сейчас бы взять бы оружие и в бой пойти. Сын у него приехал, вот Чадов, актер, с войны из Чечни. Он говорит, вот сейчас бы взять оружие. Ему не волнует уже тело. Так есть приборы, которые измеряют страх? Приборы? Вот насчет измерения сказать не могу. Есть тесты для идентификации. То есть какой страх у человека в большей и меньшей степени присутствует. Этого точно знаю, потому что с этим сталкивался в практике. Опять же знаю, что есть приборы-неприборы, наверное, их, можно сказать, технические устройства, которые могут вымывать страх. Вот как раз ту зону мозга, ту зону мозга, которая отвечает за страх, с ней можно работать. Это тоже точно знаю, потому что, кстати, вот опять же и в Чечне лаборатории работали со срочниками. То есть они проводили как раз воздействие электромагнитными импульсами на... То есть стимулировали определенные зоны мозга. То есть, ну, скажем так, снижение страха, оно было. А насчет шкалы, насколько там сильный страх или нет, вот, ну, наверное, опять же, ответ находится там, насколько приближенно к вот этим базовым страхам. Ну, почему про шкалу-то? Меня все вот этот вопрос о силе страха не отпускает. Потому что, ну, если смерть это, ну, скажем так, 100%, да, то есть страх или стресс или 100%, то, наверное, можно определить, что там является 90, 87. Ну, я слышал, что там на втором месте это увольнение, допустим, там, или, как вы сказали, крах карьеры, да, когда человек, собственно говоря, на пенсию выходит, если высокопоставленный для него, это тоже сильный стресс. Не знаю, что это, шкала стресса или шкала страха? Ну, если вот говорить про шкалу страха, поразмышлять, то ведь, опять же, зависит от человека, где его основная, скажем так, ну, контрольная пакетакция находится. Если он ставку делает на утверждение себя среди себе подобных в социуме, например, то есть для него и будет это самый большой страх. Если человек ставит самой ценностью свою жизнь, для него там будет значение. А хотя если мы знаем, скажем, из опыта людей, которые там более верующие, скажем, у которых долг, вот там военнослужащие правоохранительные органы, то есть там отношение, скажем, к таким вот вопросам, как тело и статус, он как-то, ну, немножко там теряет краски. То есть по поводу, вот не сталкивался, по поводу шкалы страха, насколько, как где выражено, может быть, допускаю, что есть, но вот я лично не сталкивался с таким. Ну, хорошо. Давайте мы сейчас уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – страх. И гость студии, практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГУА, член Вятского интеллектуального клуба Тимур Серафимович Кожевников. Вот мы с вами до перерыва говорили про разные виды страхов. Я сказал, что мы чуть позже попробуем их подробнее разобрать. Вот, мне кажется, это время пришло. И так вы сказали о трех видах основных. И еще дополнительные детские страхи, а так вот это социальные страхи, иррациональные, и экзистенциональные. Ну, может быть, о каждом из этих видов страхов немножко расскажете. То есть, что это вот... Давайте начнем. Социальные страхи. Что это за страхи? И с чем они связаны? Ну, они набираются больше оборотов, и потому как мы все больше, скажем так, живем по правилам социума, уходим там с земли, с работы, скажем, с природой и так далее. То есть, мы все дальше, вот, естественно, и все больше вот этот вот мир погружаемся в социальный, и, разумеется, в нем свои правила. То есть, это страхи, скажем, какие можно взять? Страхи, боязнь успеха, например, страх неудачи, связанные с ним. То есть, страх самостоятельности, страх неподчинения. Вот, то есть, если надо, могу комментировать. То есть, в социуме свои правила, и человек, как явление социальное, он, ну, должен, что ли, скажем так, быть востребован окружающими. То есть, для нас один из самых больших вообще проблем, и раньше было не оказаться среди себе подобных, чтобы нас не выгнали, там, из рода племени и так далее. Вот, и на этом в основном и держится как раз, что если я в социуме не буду принят, как бы мне хотелось, скажем, или меня как бы устроило, вот, разумеется, это ставится под угрозу. И люди, скажу, эти социальные страхи, они под собой основы биологические не имеют, по большому счету. Вот, конечно, можно параллели провести, в частности, что, конечно, мы через социальные статусы получаем доступ к материальным ценностям, ну, к жизненным, чтобы было там, что купить, поесть, там, езжить и так далее. Вот, в животном мире параллели тоже проводятся в этом вопросе, но это как бы не самое основное. То есть, а социальные страхи, да, они сейчас достаточно... Как с ними работать в двух словах? Ну, тут, опять же, уже... Ну, профилактика какая-то. Ну, профилактику, если говорить общую, ну, краски. Вот ценность данного вопроса мы сами назначаем, да вообще любого вопроса, любого человека, самого себя, окружающих. Мы же задаем ценность этим категориям внешним. И вот, опять же, возвращаясь к вопросу стабильности психики, у нас есть определенное, ну, плюс-минус процентное соотношение. Человеку для комфортного состояния необходимо 5% отрицательных, 35% положительных и 60% нейтральных эмоций. Так вот, скажем, если... А нейтральные эмоции – это безразличие, это спокойствие, это удивление. То есть, это то, что, по большому счету, окраски такой не имеет. И чем человек находится больше в этой плоскости, скажем, переносит систему ценностей вот в эту плоскость, тем для него теряют краски в большей степени ценностей, в том числе, если мы говорим про социальные. Очень интересно. Ну, а про иррациональные страхи что скажете? Это когда? Когда боишься, но не знаешь чего? Ну, исходя из определения, считаются это неразумные, нелогические. То есть, те страхи, которые мы как не в состоянии, что ли, объяснить или понять, откуда они берутся у нас. Вот эти иррациональные страхи. То есть, если в качестве примеров привести, то, например, там, мистические какие-то, да, то есть, люди боятся, там, не знаю, барабашек, там, полтергейст, НЛО и так далее. Так вот, страшные сны – это не та категория иррациональные страхи? Ну, это другая форма сознания, и относить её с бодрствованием, если его, скажем, наверное, я бы не стал заодно принимать, потому что это разные формы сознания. Разные формы сознания. С ними как-то можно работать? С иррациональными страхами? Ну, тут надо, опять же, идентифицировать, но так как они являются иррациональными страхами, то самое главное будет дойти всё-таки до сути, откуда они взялись, потому что очень многие страхи берутся, например, там, из детства, опять же. Они связаны будут. Если, скажем, ребёнка пугали, там, по поводу плавания, да, то есть не ходи там где-то, может быть, у кого-то из родных был стресс, там, связанный с плаванием. То есть и ребёнок будет впитывать, он даже ещё не имея опыта, может себя запрограммировать, боязнь у меня такие знакомые есть. Они от воды там на 10 метров даже не подходят, в неё не заходят. А если барабашкой пугали? Барабашкой. Ну, вот и мистические страхи, всё там, НЛО оттуда, наверное, потом, как продолжение будет. Инноклассники, да, появляются? Ну, своего рода, да. Ну, и, наконец, экзистенциональные страхи. Ну, вы уже частично-то рассказали о них, но давайте ещё раз повторим, и опять-таки, как с ними работать? Ну, вот если в двух словах сказать, данные страхи, они вызываются размышлениями о жизни вообще. То есть тут как-то с философией даже связано, то есть кто мы, ну, я конкретно, да, то есть будем конкретизировать, зачем я, то есть сколько я протяну, в чём смысл моего существования, то есть как раз вот эти вот такие экзистенциальные смыслы образующие. То есть люди, как правило, об этом думают, ну, не рождаются с таким страхом. Это уже приходит спустя время. И вот, по мнению специалистов, сталкивался с такой информацией, что первым значком как раз бывает это вот кризис среднего возраста. То есть когда человек, скажем, основную свою функцию выполнил в социуме, ну, как-то что-то сложилось, дети родились, должности какие-то были, а потом либо на пенсию вышел, либо какие-то другие факторы, то есть выпал из этого вот ритма и начинают думать, а надо ли было там мне всё, и что это такое. То есть вот экзистенциальные страхи, они в основном связаны как раз вот с такими вопросами, ну, философские, не философские, но смысловые, назовём их лучше, наверное. Ну, а религиозные страхи, что там вот я грешен и так далее у людей возникают, они не отсюда берут, тут со смыслом существования, что я, значит, веду себя неправильно, значит, я не наследую вечную жизнь. Возможно, да, потому что религия, это всё-таки любая религия, это свод некоторых положений, то есть правил. Получается, что религия вызывает у нас искусственные страхи вот эти. Я бы, наверное, лучше сказал не об этом, потому что как раз вот религия, в том числе, она, ну, мы, коль, живём в православном, скажем так, да, мире христианском, то она как раз и призвана, что человеку дана свобода выбора и воли, то есть человек должен искать вот как раз как выйти из этой ситуации, а не то, что там как раз зациклиться на этом. Конечно, у нас передача не об этом, но поспорить-то можно, насколько дана, потому что там очень даже определённый выбор должен сделать человек не абы какой. Получается, что выбора-то нет. Или ты, так сказать, брат, или ты в рай. Пространство вариантов есть, потому что многие жители достаточно конкретные, и там пространство вариантов и самостоятельных действий, оно будет меньше. То есть, ну, про религию лучше, конечно, наверное, от неё уйти. То есть здесь есть определённые... Но в основном, вот скажем, с точки зрения профилактики страхов, то как раз религия и, ну, там, какие-то высшие силы подразумеваются, да? У меня-то как раз вот мнение, вот с чем я дольше, так сказать, живу в России и достаточно серьёзно изучаю религию, как раз мнение, что именно религия является источником вот этих экзистенциональных страхов. Я думаю, что влияет. Но ведь насколько человек в религии находится, потому что это ведь тоже определённая форма знания, так можно ведь выбирать. Ну, не хочешь бояться, не будь. Каждый решает сам. Может, ему удобнее бояться. То есть вот есть же такой страх, например, самостоятельности. То есть пусть за меня кто-то что-то решает. То есть человеку удобно, если так, в этой форме жизни. Смотрите, как мы глубоко копнули. Получается, всё зависит от того, какие страхи над тобой давляют. То есть человек выбирает меньше страха. То есть он без страха-то вообще обойтись не может, но он выбирает то, с чем он может сладить, с каким страхом. То есть если страшен выбор, то он позволяет себе сделать выбор за себя ради каких-то других страхов. Ну, наверное, да. Своего рода договорная для себя какая-то схема получается. В части удобные берём, в части неудобные, видимо, как-то не берём. Да, ну такой у нас глубокий разговор получился с вами, о котором, наверное, ещё стоит подумать, не сходу, так сказать, найдёшь примеры. Да, и лучше, да, с регионами. Ну, а что означает бесстрашие? Бывают ведь такие люди, вот ничего не боятся, как-то могут там сигануть, не знаю, с какой-нибудь высокой башней, привязанной к одной этой верёвкой. Не помню, как называется. Это распространённая сейчас, ну, на тарзанках, да. Ну, так-то дух захватывает, честно говоря. Другие там в глубину океана, на батискафе на несколько тысяч метров опускаются. Даже просто космонавт. Вот он отделён от космоса, какими-то миллиметрами, несколько миллиметров всего. И за этой обшивкой космического корабля смерть. Вот. Ну, тут бесстрашно. А бывают ли здоровые люди вообще не подвержены страху? Могут быть... Можно ли их назвать здоровыми? Ну, это отклонение от нормы, разумеется. Потому что наука изучает большинство. Ну, и представьте, вот у нас будет бесстрашных, подавляющее большинство. Это будет война против всех. Всех против всех. Ну, хотели же как раз... Армия, в армии, по-моему, как раз хотят, чтобы солдаты были бесстрашные, такие берсеки. Ну, до поры до времени, да. Они нужны бесстрашные. Если эти бесстрашные, потом выйдут в обычный мир, скажем, да. То есть это должно быть вот у проблемы. Ну, бывает проблема, да. Мы же знаем о тех, кто служил в армии, потом оказался на гражданке, и у них как раз крышу съезжает. Да, так что тут это, разумеется, отклонение от нормы. Но я так могу предположить, потому что, опять же, сталкивалось с информацией, что вот там мы про Творца говорили, про природу. Есть определенное, скажем так, процентное соотношение, что в человеке чего больше. То есть чтобы человек развивался, человечество развивалось. То есть должны быть люди, в которых, скажем, вот больше расположенность, вот, оказывается, к этому, к экстремальному, к риску. Кстати, вот если мы возьмем мужчин и женщин, как бы по статистике, то мужчины более экстремальны. То есть они больше встревают в проблемы, да, потому что это как раз их задача осваивать мир. То есть меньше страхов у них, да, получается? В определенных направлениях, да. То есть нельзя сказать, что если у человека, например, он бесстрашный в одном, то у него нет страхов вообще. То есть если он с окулангом прыгает, там, не знаю, на километр в глубину, условно говоря, то у него нет других страхов. У него вполне, вероятно, другие страхи есть, то есть которые он не показывает. Может, он даже их и не знает или не осознает, но они есть. То есть невозможно, чтобы у человека не было страхов. Вот потихонечку программа к концу. Все-таки хотелось бы от вас рецепт какой-нибудь, ну, желательно универсальный, хотя таких не бывает, услышать. Как справляться со своими страхами? На что внимание-то обратить? Есть у нас два пути в профилактике страха, два направления. Это первый, сознательный, самовоспитание. Но это процесс. Это, как говорится, ну, вот приведу пример. Пришел на стадион, потянулся один раз, еле согнул руки. Если через месяц было потягиваться 10 раз, то будет чувствовать себя увереннее. И вот по этой схеме мы себя и, собственно говоря, развиваем. То есть называется личностный рост, там, личностное развитие. По-разному это все называют. Но это сознательно. Мы обретаем уверенность. И чем больше мы себя в разных сферах можем достичь чего-то, вот, там, не важно, социальная сфера, материальная сфера, там, физическая форма, то есть мы будем чувствовать себя при прочих равных условиях лучше, чем было до этого. То есть, ну, на каком-то этапе. Потому что это может быть бесконечно. Вот, это, ну, такой сознательный, относительно путь. Вот, а второй путь, который, скажем так, ну, относительно сознательный, то есть без сознания тоже работать не может, это перенесение системы ценностей, систему координат взять другую. То есть как раз вот мы говорили по поводу, там, религиозных, там, взглядов, по поводу поиска смысла жизни, справедливости. То есть люди, у которых есть вот такие экзистенциальные какие-то точки и опоры, они, как правило, скажем, менее подвержены страху, в общем, его понимании. Страху социальному, страху материальному, материальному, биологическому и так далее. То есть вот если, ну, это длительный процесс. Есть методики, скажем, вот если конкретно, вот мы визуалы, удеалы, киностатики. И человек может себе помочь, это не будет стопроцентным решением проблемы, но в ситуации опасности человек, зная свою ведущую систему, может себе, вот выражаясь языком Эриксона, ну, там, гипноз такой эриксонский был, назван якоря. То есть для визуала один якорь, для удеала другой якорь, и то у нас там киностатистик третий якорь. То есть мы можем себя, но это надо тоже тренироваться. То есть, скажем, в ситуации опасности я из глубин сознания вот этот якорь вытягиваю, который мне ближе, и мне станет чуть-чуть легче. Хорошо. Давайте так, для тех, кому нужна действительно помощь по работе со страхами, и кто готов ее взять своими руками, посоветуйте просто книжку. Хорошо. Ну, что-то в первый раз мне захотелось никому рекламу не делать, а сделать рекламу себе. То есть у меня книга вот есть «Психология страха», и есть вторая книга в более адаптированном варианте под правоохранительные органы. «Психологическая безопасность сотрудников правоохранительных органов», коль я там длительное время провел, служил, вот из своего. Ну, разумеется, чтобы... Она доступна в библиотеках? Да, есть. В Герценке есть, в интернете есть, то есть совершенно труда не составляет нажать, найти и почитать. Таким образом, напомню, что наш гость сегодня зовут... Гостья зовут Тимур Сергеевич Кожарников, и его книга, как еще раз... «Психология страха». «Психология страха». На этом передача заканчивается. Спасибо вам большое, Тимур Сергеевич. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Ума-палата Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...